Найти дело по душе, когда все зависит только от себя. В Хакасии становится больше людей со статусом самозанятые. Это те, кто открыл свой бизнес и теперь развивает его или зарабатывает деньги на хобби, при этом получая поддержку государства. Такая система называется социальный контракт. Насколько она действенна, узнавала Мария Добренина. Небольшая студия красоты с необходимым набором оборудования и инструментов для этих девушек стала делом всей жизни. Альбина, которая создала кабинет подологии, никогда и не думала, что будет сама себе хозяйкой. Ведь по образованию она экономист и 13 лет отработала в банке, лишь изредка делая маникюр в качестве дополнительного дохода во время декретного отпуска. Все изменил случай. Я увидела, как работает подология, не эстетика, а именно подология по немецким стандартам. И мне захотелось собственную практику организовать именно по этим стандартам. Для этого Альбина прошла курсы переподготовки, вложила крупную сумму денег в свое дело, а потом нашла напарницу. Надежда работала в детском саду, тоже никогда не задумывалась о смене профиля, но решила рискнуть. Теперь они вместе с Альбиной развивают небольшой бизнес, который требует огромных затрат. Только на специальные кресла было потрачено порядка 200 тысяч рублей. Плюс к этому оборудование, в том числе для дезинфекции инструментов. Без него в сфере услуг не обойтись. Автоклав работает под давлением и под высокой температурой, дает возможность обработать инструменты до стерильности. Такой автоклав стоит больше 200 тысяч. Поэтому помощь от государства в виде годовой выплаты в 250 тысяч рублей стала большой поддержкой. Получить их было непросто. Сначала партнеры составляли бизнес-план, подтверждали необходимый уровень доходности, собирали нужные документы. И деньги получили на двоих полмиллиона рублей. К тому же соцзащита дополнительно выделяла средства на обучение. 30 тысяч, чтобы пройти специализированные курсы. Это мне помогло съездить и получить эту профессию. Я съездила в город Санкт-Петербург. И там получила свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Надежда на обучение поедет в марте в Новосибирск. И результаты видны не только в отчетах, которые они обязаны предоставить в соцзащиту. Главный индикатор успеха – довольные клиенты. Больно было ходить. Мне все убрали, все сделали. И я прям пожила. Быть самозанятым одновременно и просто, и сложно. Нужно иметь идею, смелость и деньги, чтобы начать свое дело. Однако все больше людей стремится работать на себя. И сфера услуг – самое востребованное направление. Но есть и оригинальные идеи. Есть психологи. На что, в основном, они бы могли деньги? Это на учебу, наверное, потратить или на что? Они тратят на демонстрационный какой-то материал, на программы. Берут лицензионные программы, какие-то развивающие, обучающие. И на оборудование кабинета. Есть женщины, которые сыры свои делают. Причем такие, которых нет в Хакасии. В районах соцконтракты тоже оказались востребованы. В этом году заявки подали 360 человек. В основном это владельцы личных подсобных хозяйств. Стоит отметить, что 250 тысяч – это не все, что готово дать государство. Если по итогу года самозанятый не выходит на нужный уровень дохода, то он может заявиться на участие в программе еще раз. В Хакасии испытать удачу и получить господдержку повторно решили уже порядка 200 человек. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.